Муниципалитеты получат толчок к развитию. В Самаре глава 14 регионов Приволжского федерального округа делится опытом, как улучшить работу в этом направлении. Основные проблемы, по мнению Палпреда, недостаточное финансирование муниципальных образований и нечеткое разграничение полномочий. Главной проблемой является четкое и исчерпывающее разграничение полномочий по уровню власти. То есть, что относится к муниципальным полномочиям, что относится к региональным полномочиям, что относится к федеральным полномочиям. Без этого разграничения нет смысла говорить о финансах. И то, что президентам дано поручение, до 1 сентября эту работу завершить, поручение такое сформулировано в адрес Минюста, хотя мы эту работу проделали в округе. Всего регионы ПФО подготовили 240 предложений органам федеральной власти по реформированию местного самоуправления. Значительная их часть связана с вопросами коммунальной инфраструктуры, сферой ЖКХ, повышением уровня финансирования. Разработкой предложений занимался и глава города Дмитрий Азаров, который возглавляет в окружном совете группу по вопросам сбалансированности местных бюджетов. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин предложил передать часть федеральных земель муниципалитетам, чтобы увеличить собираемость налогов на местах. Кроме того, на муниципальном уровне с 1 января следующего года начнут создавать дорожные фонды. Они будут финансироваться за счет акцизов с нефтепродуктов. Причем размер поступлений будет зависеть от протяженности автомобильных дорог, которые находятся в собственности муниципалитета. Все эти меры позволят территориям стать более самостоятельными. Моя позиция, чем не больше полномочий мы сможем спустить ниже, тем это лучше. То есть на сельское поселение, если оно способно самоорганизоваться, Мордой мы когда-то делали, они всю население участвовало в решении тех проблем, которые перед ним, что учительница или кто там. Всего на территории Приволжского федерального округа около 6 тысяч муниципалитетов. Главы регионов разъехались, чтобы применять полученный опыт для развития самоуправления на местах, но обещали вернуться в Самару в будущем году. В следующем году исполняется 150 лет местному самоуправлению. И что примечательно, первое земское собрание прошло здесь, в Самарской губернии. В связи с этим в 2014 году в регионе планируется провести юбилейный межрегиональный форум местного самоуправления. С таким предложением выступил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Мария Иваткина, Артем Сулайманов. События. Субтитры создавал DimaTorzok